Магнитогорский металлургический комбинат Кирилл Сергеевич Черепенькин Магнитогорский металлургический комбинат Магнитогорский металлургический комбинат Кирилл Сергеевич Черепенькин На эти цели уже выделено около 3 миллионов рублей Деньги пойдут на покупку инвентаря и обучение специалистов Во второе воскресенье июля все прогрессивное человечество нашей страны отмечает День рыбака Сложно и почти невозможно найти людей более увлеченных своим хоббием и вместе с тем более суеверных Чем любители половить рыбку в мутной и прозрачной воде Так многие из них искренне считают, что рыбалка исключительно мужское занятие А если женщина на берегу, клево не будет Обозреватель магнитогорского металла Ольга Балабанова эти стереотипы развеяла Она с 10 лет увлекается этим клевым делом и редко возвращается домой без улова Во дворце спорта имени Ивана Рамазана состоялся большой вечер профессионального бокса Зрителей спортивный праздник собрал немного, но зрелище от этого не стало менее захватывающим Без защитных шлемов и маек боксеры уже после первых обменов ударами измазали друг друга кровью Особое внимание зрителей, конечно, привлек поединок нашего земляка Дмитрия Шрафуддинова и пермика Максима Вотева Заключительная часть турнира была посвящена боям за звание чемпиона мира среди молодежи по версии Всемирной боксерской организации В трех боях, двух в полусреднем и одном легком весе, российские боксеры из Новосибирска, Владикавказа и Балашихи Встречались с африканскими спортсменами из Танзании и ЮАР К нам уже присоединились гости Заместитель начальника полиции по оперативной работе МВД России по городу Магнитогорскую Кирилл Сергеевич Черепенькин И представитель пресс-службы того же ведомства Мария Марщакина Здравствуйте Здравствуйте Здравствуйте, рад видеть вас в нашей студии Давайте сразу внесем ясность Обрисуйте картину, какие преступления наиболее популярны сегодня в нашем городе металлургов Сколько их регистрируется, как наш город выглядит в сравнении с тем же областным центром Челябинска Нет, ну сразу нужно напряженно снять У нас не Чикаго, поэтому преступление, конечно, имеет место Конечно, самый большой блок преступлений – это имущественный блок преступлений Из них, естественно, самую большую долю занимает кража Кражи бывают разные, бывают кражи квартирные, бывают кражи из автомашин, бывают кражи из садовых домиков Но в целом кражи все-таки превалируют Второе из места, так скажем, почетно занимает мошенничество Вот все-таки наиболее такой модный вид преступлений, который прогрессирует постоянно, который эволюционирует Вот поэтому он занимает второе место А вот для непосвященного, я извините, прерываю вас, отличие между кражей и мошенничеством Это в любом случае там мошенники, конечно, тоже забирают деньги Отличие простое – кража, тайное хищение имущества, когда потерпевший не знает, что его имущество уже похищено А мошенничество – это вид хищения, когда применяется обман, либо злоупотребление доверием А воровство? Воровство – это больше относится к кражам Также есть открытое воровство, так называемые грабежи, когда с применением насилия также отнимается имущество Давайте остановимся на самом распространенном виде преступления, на кражах На что в основном зарятся преступники? В основном зарятся преступники на все, что плохо лежит Если брать все-таки улицы и общественные места, то зачастую преступники в качестве легкой наживы похищают аккумуляторы с машин Также имущество, которое остается у граждан также в автомашинах Это могут быть регистраторы какие-то, оставленные вещи, то есть разбите стекла, пожалуйста Следующее – очень много краж в торговых павильонах и магазинах Старается, если нет видеокамеры, то преступники, да Все, что плохо лежит – алкоголь, какие-то еще вещи, которые можно украсть Следующий момент – достаточно много краж происходит из садовых домиков Много садовых товариществ Это все люди проживают в них сезонно После этого покидают свои сады в осенний период И вот с осени до весны, пожалуйста, преступники орудуют Да, стоит отметить, что у нас садовый товар еще достаточно плохо охраняется Люди постоянно там не проживают Однако и свои электроинструменты, какие-то там вещи с удовольствием оставляют Так в надежде на то, что вроде сидит дедушка какой-то, а я плачу деньги Ну, совершенно верно, да, охрана осуществляется лишь, так скажем, при въезде Все остальное Остальные уже виды преступления более квалифицированы Допустим, интересная тема, которую мы, может, мы сегодня затронем – это квартирные кражи Потому что все-таки это относится к уже более квалифицированным видам преступлений Ну и время от времени, но появляются небольшие, так скажем, очаги карманных краж То есть карманники – это наиболее, так скажем, старая каста преступников Да, вор карманник, тот, у которого пальцы, да, там Самые уважаемые Самые уважаемые, да Но так или иначе появляются Они появляются все-таки в торговых центрах, в медицинских учреждениях Зачастую мы такие факты фиксируем Стоит отметить, что среди воров карманников очень много женщин Да, вот, кстати, Кирилл Сергеевич, портрет средний, если можно так его обрисовать, современного вора Пол, возраст Пол, возраст, да, социальное положение Все зависит от вида преступления Вор, какой вор? Квартирный вор Тоже, опять же, все зависит от того, на чем он квалифицируется Если он совершает преступления, так скажем, так называемые форточники, да То все понятно Манеки, худые, юркие Да, совершенно верно Если воры, которые занимаются кражами, допустим, из гаражей Или там, где нужна физическая сила, да Все-таки красят там культиваторы Там, колеса, все это нужно таскать Поэтому весь спектр А в одиночку часто действует? Часто в одиночку, опять же, от вида преступления зависит Часто группами Опять же, в группу любят забиваться молодые люди, правильно? Которые... Как говорил Жеглов, в простонародье именно мы шейка Да, понятно Уже 17 магдагурских пенсионеров пострадало от рук мошенниц, которые сначала просились на ночлег, а затем предлагали пожилым людям снять с них порчу Мы встретились с двумя пострадавшими от рук афористок У одной женщины они похитили 42 тысячи рублей, золотые украшения у другой 150 тысяч Мошенницы не оставляют после себя никаких улик, нет даже отпечатков пальцев На вид одной из них 40 лет, второй около 20 Имена постоянно меняются Обо всем этом небольшой материал Да, во время сюжета звоните нам 24 55 11 и рассказывайте, как уберечься от воров и мошенников Я думаю, что я под чем-то была Какое-то вот безразличие на меня напало Вот вообще безразличие Все пострадавшие от рук преступницы в один голос твердят, они были будто под гипнозом Выполняли все приказы, отдавали ценности Санья Мухамединовна в этом многоэпизодном деле о мошенничестве стала потерпевшей под номером 7 Она рассказала, 13 июня во дворе дома к ней подошли две женщины Вроде как мать и дочь представились приезжими и попросились на ночлег на три дня, чтобы девочка сдала экзамены Женщина не отказала, тем более, что в квартире проживает одна Гости попили чаю и вдруг завели разговор о порче Мол, в вашей жизни все плохо, а будет еще хуже, надо срочно лечиться Если я этот обряд не проведу, то 25-го будете хоронить внука А после вы сами будете лежать трупом три года Надавили на самое больное, женщина уже похоронила мужа и сына, остаться без единственного родного человека просто не могла Избавить от порчи вызвалась старшая из мошенниц Для ритуала попросила платки, свечи, воду, а также огромную сумму денег, 150 тысяч рублей У пенсионерки таких средств не оказалось, и она побежала по соседям за час, деньги нашла Мошенницы скрутили из них куколку и положили в шкаф Трогать до вечера запретили Кроме этого, они завладели новой техникой бабушки из шкафа Прямо при ней доставали коробки и складывали себе в пакет Тут все лежало То есть они сами шарились по шкафам? Шарились, вот, все даже не убиралось еще, все раскидали Санья Мухамединовна обнаружила пропажу денег вечером, говорит, ей сразу стало плохо Она и так недавно перенесла инсульт, теперь каждый день на таблетках Переживает, как теперь будет отдавать долги Аналогичный случай произошел с Фаиной Дмитриевной К ней в гости напросились те же мошенницы и тоже за чашкой чая предложили полечить Пенсионерка сначала отнекивалась, мол, в порчу не верят Она говорит, нет, вам осталось жить совсем немного Хотите жить? Я много тоже не хочу Ну тогда ищите себе бабушку Говорю, ну а где ее искать-то? Она перед вами сидит Для ритуала женщине потребовались деньги и золото Как под гипнозом пенсионерка полезла в шкаф Я отслужила золото и деньги отдала, 42 тысячи И дальше все по знакомой схеме Деньги свернули в куколку, куколку кинули на шкаф Открывать запретили, иначе не сработает и исчезли Аналогичных эпизодов по городу уже 17 И на след преступниц выйти пока не удалось Они после себя даже отпечатков не оставляют Там ничего не нашли Они очень аккуратно все делают Мы даже когда чай пили Она, эта девочка, встала и посуду помыла Следователи говорят, пожилые люди чаще всего оказываются под прицелом мошенников Это самая доверчивая и незащищенная категория людей Так, на данный момент правобережным отделом полиции передано в суд два дела по мошенничеству В одном из них обвиняемый проходит по 25 эпизодам Схема отъема денег проста Звонок на стационарный телефон якобы от родственника И слезная просьба о помощи Нужны деньги в долг Потерпевшие у нас все пожилого возраста Мы, соответственно, доверчиво относились к нему И отдали деньги То есть там у нас ущерба 10 тысяч рублей минимум Данному мошеннику грозит до 5 лет лишения свободы А лжи экстрасенсы все еще на свободе Гастролируют по стране А может быть даже еще не уехали из города Сотрудники полиции просят горожан быть бдительными И 10 раз подумать Прежде чем впустить к себе в дом незнакомых людей Это Магнитогорская Времечка И мы продолжаем У нас есть дозвонившийся Вильжанович Знает, как защититься от мошенников Говорите Здравствуйте, говорите Здравствуйте Во-первых, значит, в садах охрана формальная Ну, к сожалению, да Формальная Вот, например, СНТ-3 Значит, только охраняют эти... Ворота Но вы деньги-то плачете за охрану? Обязательно Значит, нам нужно, чтобы охрана была настоящая Вот в некоторых коллективных гаражах установлены видеонаблюдения по улицам Ну, понятно А вы готовы платить дополнительные деньги за это, за охрану? А? А, скорее всего, это повлечет дополнительные расходы Вы готовы платить за это? Обязательно Это без разговора Все понятно Ну, мы услышим... Да-да-да, еще раз какое-то предложение? Еще что-то предлагаете? Да, продолжайте Все, да? Нет, продолжайте Хорошо, спасибо большое, что мы поняли вопрос Ну, ладно, спасибо Ну, собственно, да До свидания Как и ситуация в большинстве садов, скорее всего, Ахова Потому что, да Сил просто на всю территорию садовых товарищей не хватает Я могу сказать, что есть, допустим, в левобережной части В этом плане Образцово-показательное садовое товарищество Это какие? Ну, я не буду их рекламировать Чтобы не знали Вот, но там действительно работает в этом плане хорошо И председатель, и работает он с садоводами Они действительно несут какую-то нагрузку дополнительную по оплате Но там, помимо того, что есть и охрана на воротах Также есть реальные патрули То есть автомашина Нивы реально осуществляет патрулирование И там краж в разы меньше Ну, то есть сумма, скорее всего, подъемная Потому что от этой охраны не откажется Конечно, конечно Во время сюжета позвонила нам еще и Анна И задала такой вопрос Врачи, которые продают больным, в том числе и... Тяжело больным, БАДы всевозможные Это является мошенничеством, либо нет? Или это вопрос какой-то этический все-таки? Здесь вопрос не этический Вопрос первый Если гражданки, так скажем, или наши жительницы, которая обратилась Пришли домой Какие-то врачи, которые якобы ей продали какие-то чудодейственные БАДы Ну, это однозначно мошенничество Мы должны это понимать, так? Вопрос второй Если в официальном лечебном учреждении Врач продает биологически активные добавки, правильно? Помимо кассы То это должностное преступление вообще Так? И третье Если БАДы продаются в каких-то частных медицинских центрах То здесь требуется проверка Что это за БАДы Являются ли эти БАДы лекарственными средствами Откуда их происхождение Это уже третий момент, правильно? А вообще о безопасности продаваемых биологически активных добавок Поэтому здесь нужно дать один совет Официальное лечебное учреждение Официальные врачи Рецепт Аптека Все доказательства на руках Конечно Не доказательства Это временем проверено Безопасность Безопасность, прежде всего, конечно Понятно, понятно Друзья, звоните нам активнее Ведь за свой рассказ вы можете получить наш приз Торт от компании «Русский хлеб» Сегодня он вот такой Сейчас вы его увидите на своих экранах Торжественно Юбилейно-свадебный Я уверен, безумно вкусный Он обязательно подсластит не только ваше торжество Но и даже всю жизнь Компания «Русский хлеб» готова испечь торт для именинников всех возрастов Такие торты на заказ сделают незабываемым любой праздник И придадут ему торжественности По вашему желанию, мастера-кондитеры разработают индивидуальный дизайн торта А его автором можете стать и вы Да, также в компании изготавливают каравай по традиционным русским рецептам И модные сейчас капкейки Которые прекрасно дополняют сладкий Любой сладкий стол Для любимых покупателей в компании действуют Разные акции Они осуществляют даже доставку до дома Стоит это всего 200 рублей Заказать торты, каравай и прочие кондитерские изделия Можно в фирменной сети «Сдобнов» и на самой фабрике «Русский хлеб» По адресу Верхнее Уральское шоссе 26, да, все сладкие адресные А мы продолжим рассказ и разговор с нашими гостями Мошенники своего рода элита преступного мира Это обычно люди, обладающие высоким интеллектом Определенными познаниями психологии Они обладают умением вступать в контакт, располагать себе Они часто также являются специалистами в экономике Либо же информационных технологиях В свое время Мактагорск просто захлестнула волна телефонного мошенничества Все мы это помним Звонили там «Мама, сбрось 200 рублей» Либо я попал в аварию Они с какой-то сложным различимый голос Как обстоят сейчас с этим дела? Есть ли какие-то новые схемы, возможно? Как обязательно? К сожалению, не перестало у нас регистрироваться мошенничество К сожалению, по-прежнему горожане доверяют тем звонкам, которые поступают И схемы не меняют мошенники То есть, как были у нас схемы, что сын попал в ДТП Или родственник попал в ДТП До сих пор это срабатывает Теперь у нас, допустим, они звонят и руководителям каких-либо предприятий Представляясь точнее руководителям Говорят, что будет проводиться инкассирование И нужно собрать всю сумму, которая находится в организации Все в дальнейшем Ладно, если сотрудники успевают, допустим, связаться со своим руководителем А, допустим, бывают и факты, когда сотрудники отдают денежные средства Так скажем, тем, кто за ними приехал Не задумываясь То есть, по телефону мне показалось, что да, действительно был голос руководителя И от Семена Семеновича отдайте мне все ваши деньги Вот, поэтому мошенники также по телефону, к сожалению, обманывают наших горожан Ну, было в свое время предположение, что большинство звонивших Это люди, которые находятся в местах заключения Или же нет? Не всегда Сейчас эволюционировало уже Все преступные меры отреагировали на это На то, что сотрудники полиции научились раскрывать эти преступления То есть, устанавливают соответствующее место их нахождения Все, соответственно, все переместились Переместились на волю, так скажем И сейчас практика расследования последних дел показывает, что Практически не звонят из мест лишения свободы Звонят из различных городов Причем перемещаются по городам Уже понимая, что идет отслеживание соответствующих Благонаваленные деньги есть Да И самое, что интересное Без лишней ошибки могу сказать, что Этими мошенничествами Занимаются еще и граждане Сопредельное государство Которые под видом работы пересекают границы Здесь совершают мошенничество И официально выезжают Тем самым искать их Потом Очень сложно Хотя мы уже фиксируем их И видео, и данные их устанавливаем Только вопрос теперь Как их с сопредельного государства переправить к нам И привлечь к ответственности Да, часто увлекают еще третьи лица Вот я сегодня разговаривала со следователем Он говорит, что деньги привозит просто друг Который даже не знает о том, что он совершает преступление Забирает потерпевших, привозит мошеннику Ну, здесь нужно в каждом случае разбираться В любом случае ответственность тоже есть Конечно, то есть интересная схема Извините, я лишь только деньги подвез Ну нет, в каждом случае, конечно, надо разбираться Не имеет ли места сговор Поэтому каждый, кто так считает Что такими фразами Он убедится от трудника полиции в своей безнаказанности Но он глубоко ошибается Он тоже еще быстрее может оказаться на скамье посудимых Вот и все Личные данные гражданина Паспортные данные Номер СНИЛС и так далее и тому подобное Что с ними могут сделать мошенники? Как обезопасить свою личную информацию? Человек от мошенников защитится? Да, мы сейчас раздаем документы направо-налево Это ксерокопия Всякие опросы в интернете Нужно вбить там вот где-то Вопрос не только в мошенниках Так скажем Доверчивости граждан Нет, ну первое паспорт Что там написано Фамилия ваше, имя, отчество Ваши фотографии Но если вы еще страничку откопировали Там ваш адрес Ну держите Может быть квартирная кража однозначно Раз Второе СНИЛС, но не считаю А вот самое-то, что более актуальное Это пластиковые карты Вот эти защитные коды Которые располагаются на пластиковые карты А ведь я могу сказать Наши граждане Я такие случаи видел сотни Они берут карточку И в ней пин-код на бумажечке Либо выцарапан на ней Чтобы не забыть Ну тут по-моему комментарии излишни Что-то пошел, снял деньги и все Или этого достаточно Чтобы подключиться через мобильный банк И не нужно даже похищать вашу карту Просто знать ее данные Подключиться и перевести Давайте как раз и перейдем к теме профилактики Как уберечься от мошенников и воров Как уберечься от мошенников и воров Ну вот Исходя из сюжета Исходя из сюжета Ну тот вид мошенничества Который был в сюжете показан Ну это далеко не ноу-хау Я вам так скажу Это всю жизнь было Цыгане Специализируются на этом цыгане Либо Лица, которые овладели Так скажем Этим преступным ремеслом Так Раз Криминологическая характеристика Это женщина в основном занимается Вот Ну конечно Трудно поддается логике тот факт Что на улице подходит двое незнакомых Ну наверное уже Уже нужно было Прекратить какой-либо контакт И не разговаривать И уж тем более не везти домой Совершенно Детям объясняют Что если к тебе подошел незнакомый дядя Убеги и не разговаривай Раз Второе То о чем я говорил То действительно Ни в каких опросах Ни в каких там анкетах Ни в коем случае И уж тем более по телефону Не указывайте Ни номер вашей карты Ни уж тем более пин-код Несмотря на то Кто бы вам не звонил Ведь зачастую У нас же мошенники То служба безопасности Банка Банка Да То полиция То Там следствие и суд Которые уже Изобличили мошенников Те которые к вам приходили Да И вот ваши деньги будут возвращаться Вот Федеральная программа Поэтому Для того чтобы вам Не ехать там В Москву Либо в Екатеринбург Получайте ваши там А сколько у вас похитили Ой у меня похитили 500 Отлично 550 тысяч получите Вот Только скажите ваш номер карты Скажите пин-код И мы вам переведем Чем чудовищнее лучше Тем охотнее в нее верят Да Кстати тоже Не факт То есть последние Схемы мошенничества То есть более продуманные Они делают Каким образом Действительно Потерпевший говорит Номер карты пин-код Ему мошенник Производит операцию Скидывает деньги Потерпевший Видит Что ему Деньги Поступили Все Полное доверие Полное доверие Только после этого Идет вопрос О том что Вот здесь Сейчас небольшой сбой Деньги поступили Проверьте Вставляет Действительно Поступило там 300 тысяч рублей Все Человек В эйфории Ему говорят Вот сейчас Секундочку Просто Сбой Нам надо Операцию Завершить Скажите Ваш пин-код И все Ну и 300 И плюс все Накопления Просто снимается А если не скажут Он получит в подарок 300 тысяч А? Если он не скажет Ну я думаю Что Я думаю Что да Я думаю Что да Но Вот последний случай Опять же Про мошенничество Или про кражи Приходят Представляются Сотрудниками Социальной службы Соответственно Задают бабушке вопрос Устраивает ли ее Как ей приносят пенсию Она начинает Говорит Да устраивает А устраивает ли то Какими купюрами Да устраивает А вы можете показать Все Человек уже Так скажем В разговоре Демонстрирует Все свои накопления А в дальнейшем Уже просто Их похищают И все Это правило трех Да Если два раза сказал Да Уже на третий Не откажешь И все То есть Настолько пожилые люди Доверчивы Что вот верят Любому слову То есть Не задумываются Кто вообще пришел Почему пришел Другой человек Если до этого Приходила с собеса Допустим Совершенно Другая личность То есть У граждан Не возникает Никаких вопросов Доверяют каждому Первому встречному Кирилл Сергеевич А вот расскажите О громких делах Последних лет Связанных с Мошенническими схемами Вырастом Чем они завершились Очень много было Завершились направлением В суд Вот А если мы Возьмем Мошенничество Те о которых Мы говорили Где Именно фигурантами Становились Лица Которые уже Отбывают Наказания Много Многоепизодные Дела Они ушли В суд Если мы Возьмем Мы просто Сегодня об этом Не говорим Но есть еще Ведь Мошенничество В сфере Экономики То есть Это тоже Большой пласт Мошенничеств То есть Это так называемые Финансовые пирамиды Которые 16-15 Год Достаточно Будоражили нас И огромный Вал был проведен И следственных мероприятий То есть Мы же понимаем Что там Доверчивость Граждан Исчислялось Там 300 Потерпевших И так далее И более Вот Соответственно Тоже Одна пирамида Уже у нас Направлена В суд Фигуранты Данные Преступной схемы У нас Арестованы Хотя это Экономическое Дело Для тех Кто не в курсе Все таки Может быть Назовем Это Так по нему Народная казна Гранд капитал кредит Да По ней Значит Обвиняем Арестован Арестован Находится В следственном изоляторе И сейчас Начнутся уже Судебные Судебные тяжбы Так скажем Судебное следствие Вот поэтому Далее Что Еще Где еще Наши граждане Так скажем Могут Не успокоиться Но все таки В январе Феврале Месяце Жители Орженкизовского района Подверглись Серии Квартирных Краш Серии Квартирных Краш Причем Способ Достаточно Был Интересный И для нас Было Интересно Узнать Что оказывается Жители Наших Многоквартирных Домов Вообще Не закрывают Двери На ночь Ложась Спать Ложась Спать Ну Получается Так Я зачастую Там То есть Причина Была Следующая То есть Квартира Имеет Общую Тамбурную Дверь Тамбурную Дверь Вот И граждане Соответственно Которые В основном Там Оборудованы Слабеньким Замочком Который Открывается То есть Ну В тамбуре Что хранится Да Там коляска Велосипед И Мешок Картошки Вот Соответственно Человек Приходит Заходит В тамбур Тамбур Закрыл Разделся Зашел В квартиру А вот Дверь В квартиру Такую Хорошую Бронированную Вот и не закрыл Соответственно Восемь Квартирных Краш Таких Было Совершено Причем Когда Выясняли Обстоятельства Почему Вообще Не закрывайте Ну Как Мы закроем Тамбур Закрываем А у нас Какие Прекрасные Отношения С соседкой Она нам Помогает С ребенком У нас Вот тут Свободный Проход И все То есть Преступнику Профессионалу Ему Не составляло Труда Там Открыть Спокойно Тамбур Зайти И самое Что интересное В квартире Тешариться Далеко не надо Ведь у нас Граждане Что Супруга Оставила Свою сумку С кошельком Прям в прихожке Муж Оставил Свою Парфель В прихожке Зашел Забрал Вышел Вопрос о профилактике Да Нахождение В квартире Ну 5 5 Там 10 секунд Причем Даже были случаи Когда Среагировала Так скажем Вот Маленькая Карманная Собачка На что там Хозяин сказал Что там Будешь меня Не буди меня Ничего не произойдет Вот Преступник Установлен Оказался он Не местным Жителем Челябинска Жителем Челябинска Да Гастролер Действовал Достаточно Профессионально Вот Изоблечен Значит И вот 30 июня Это дело Мы Направили в суд Также у нас Существовали проблемы Для жителей Правобережного района Это кражи Из строящихся домов То есть у нас Поселки Инвизуально-жилищного строительства Развиваются больше Так скажем Правобережный Орженекиевский район И там Тоже у нас Электроинструменты Так скажем Уходили машинами Тоже группа Задержана Я думаю Что в июле Суд Это уголовное дело Уйдет Но Однако Есть вот Еще одна проблема Которая пока решается Еще не буду говорить Это проблема Квартирных краж Из Коттеджных домов Причем Способ Достаточно Интересен То есть Преступник Работает Исключительно Через забор То есть Опять же По Характеристике Однозначно Физически развит Причем Кражи совершаются Квартирные Лишь только Тогда Когда хозяева Находятся дома Преступник Однозначно Знает Что если хозяева Находятся дома Сигнализация Выключена В основном Это позднее Ночное время Четыре Утра То есть Естественно Летнее Летнее время Форточки Открыты Жарко Спать Все Не то Та же самая Сфотпойно Через забор Через окно Либо через подвал И та же самая схема Все понятно Кирилл Сорянович Извините Мне подсказывают Что время нашей Нашего эфира К сожалению Подходит к концу Сейчас мы приведемся На небольшую рекламу И расскажем Кто же получит наш Торт вкусный От компании Русский хлеб Ну что ж Мы посовещались И отдадим Наш вкуснейший торт От компании Русский хлеб Кому? Вилю Жановичу Да Телефон Ваш есть в студии Звоните Вилю Жанович И приходите Скорее лучше завтра Потому что В выходных Этот торт Очень вкусный Вполне может И не пережить Здесь все очень голодные Ну что ж Спасибо большое Что пришли К нам в студию Спасибо вам огромное Все подробно рассказали Наверное тем много И Скорее всего Это будет наша Не последняя встреча Ну а мы прощаемся с вами Всего хорошего До свидания До свидания Спонсор программы Публичное акционерное общество Магнитогорский металлургический комбинат Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова